Итак, друзья, всем добрый день, добрый вечер, дамы и господа, с вами снова Севен. Я продолжаю моделировать матчи плей-офф континентальной хоккейной лиги, ребята, и как вы все помните, у нас финал настал, уже прошел первый матч, и сейчас я хотел бы вам представить второй матч между командами Акбарс и Авангард. Напомню, в первом матче в Казани Авангард в реальном матче выиграл со счетом 3-1, здесь в НХЛ-20 также Авангард победил казанскую команду со счетом 4-1, и также здесь ведет 1-0 серии сейчас. Мы с вами, друзья, будем смотреть матч под номером 2, пожелаем обеим командам удачи, и пускай победит сильнейший, поставил я Рейдборн все-таки в ворота казанской команды, так как увидел, что в первом матче все-таки отсутствовал Тимур Белялов, и не особо я верю, что сможет он помочь в этой серии Акбарсу, поэтому сегодня будет Рейдборн стоять в воротах Акбарса. Наш матч начинается, Галинов набрасный против Корбана Найта, посмотрим, как Акбарс проявит себя как здесь в НХЛ-20, так и в реальной серии. На самом деле, кто смотрел матч, друзья, можете, наверное, со мной согласиться, что Авангарду, наверное, в некоторых моментах немножечко повезло, я могу ошибаться. Пишите свои варианты в комментариях, может быть, вы со мной не согласны, но реально Акбарс очень настойчиво атаковал ворота группца, но пробить, к сожалению, не получалось Галкипера. Вот те самые две шайбы, которые Авангард забросил, но на самом деле это не плод каких-то суператак, это просто набросы от борта и где, соответственно, шайба проходила. Ну, не знаю, я не считаю, что это прямо какие-то суперские шайбы, но тем не менее Авангард выиграл, и Костин в пустые ворота забросил последнюю третью шайбу, также еще отличились Семенов и Готовец, и Семенов и Готовец вот примерно с одной и той же позиции забрасывали, поэтому, ну, не знаю, мне так кажется, чуть-чуть просто Акбарсу не повезло, а так преимущество было на стороне Казанцев. Но в составе Акбарса забил Кирилл Петров, тоже шайба не особо такая интересная, там добил шайбу Кирилл Петров, но тоже не образцово показательная шайба, почему? Хочется видеть все-таки шайбу именно с помощью разыгрывания шайбы, как-то выводения, как-то объяснить-то, чтобы игроки увозили своих игроков на выгодные позиции для броска, а тут просто от Авангарда какие-то набросы на ворота, и вот тем самым две шайбы смогли забросить, а мячи, и Акбарса шайбы, где просто там практически с отрицательного угла, но с очень острого угла Кирилл Петров бросил после момента, и шайбу эту забросил. Поэтому матч получился очень богатым на силовые приемы, но, к сожалению, на самую красивую игру, вот лично я не увидел ее в первом матче. Надеюсь, в втором матче будет поинтереснее. Давайте уже смотреть, у нас уже середина первого периода прошла, момент у Любимого. Кстати, Любимов не уступает в составе Казанцев, сейчас в основном Фисенко выходит, Любимов. Как здесь сейчас Любимов не забросил, непонятно. По поводу пятерок игроков, я думаю, вы сможете с ними познакомиться в начале матча, где я прикрепляю скриншоты, поэтому здесь я решил не говорить о составах команд. Ну что, давайте посмотрим. Опасный момент был очень у Любимого, где там в пустые ворота практически можно было забрасывать шайбу. Как там Любимов не попал, я вообще понять не могу. Но если так кардинально вспомнить, по составу убрали Стася Авангарда, поставили Кублукова из таких прямо замен, которых нет здесь. Но Кублукова мы здесь тоже можем вытащить, поэтому это не особо проблема. Виксерн вход в зону на Петрова, кормье, щелчок по воротам низом. Петров, еще одно добивание, но Грубец здесь выручает. Грубец, правильно будет. Никак не могу привыкнуть к этой фамилии, то, что именно Грубец, а не Грубец. Так, выиграли брасывание. Казанцы, Воронков, бросок, не опасный в большинстве. А получается бросок у Воронков. Воронков, конечно, очень силовую борьбу показывает в матчах за Казань. Многие его недолюбливают, еще по серии Салаватом, если вы вспомните. Поэтому, ну, Воронков очень активно в атакующих действиях играет. Уполняет атакующие действия, очень хорошие. Поэтому не только силовой борьбой он отличается. Шеребзянов. Ну, 2 в 1 выходит игроки Авангарда. Шеребзянов решает, а сам бросает здесь поворотом Рейда Борна. Но прямо в ловушку попадает. Защитник Авангарда. Вот у нас здесь Бурмистров, а Лукаянов это шайбы. Бросок поворотом, эффектный сейв делает Грубец. И у нас, друзья, первый период подошел к концу, пока по нулям. Во втором матче между Казанским Акбарсом и Омским Авангардом, друзья, давайте переходить к периоду под номером 2. 9-8 пока впереди. А мячи по броскам створ. И также на точке выглядит гостевая команда лучше. 7-2 по этому показателю. Вот сейчас восьмой у Брата не удалось выиграть Амича. И очередной момент возникает. Костин атакует ворота Рейда Борна. 3-2 выходит Амичи. Каски и щелчок по воротам. Опять створ не попадают игроки Авангарда. У нас снова будет удаление в составе Авангарда. У нас середина матча. 0-0 пока Глухов с шайбой. Очень неплохо Педан. Ну как же так? Ну поактивнее, поактивнее Казанцы. И даже вспомнить момент у Любимого в первом периоде, где Акбарс уже должен был открывать счет. И здесь сейчас Зернов удаляется на 2 минуты. И очередное большинство будет у Акбарса. И нужно, нужно уже реализовать. Такая же ситуация была и в первом реальном матче. Где Авангард удалялся, удалялся. И Акбарс все никак не мог реализовать свои моменты. Но все же там на третью попытку. Вот опять же говорю, Кирилл Петров смог шайбу забросить. Викстрант. Нужно использовать Казанцам. Щелчок. Клюшка ломается у защитника Акбарса. Это судя по всему Педан. Да, сейчас ему клюшку отдали. И здесь прямо в зону соперника дает передачу защитник Акбарса. Воронков получается вовсадь. Воронков. Кормье. Ну вот Педан. Нужно щелкать всего-то броском. Нужно забрасывать. Лукоянов. Передача. Глухов. И шайба наконец-таки заброшена. В нашем матче Глухов отправляет шайбу в ворота группца. Я, короче, не знаю, ребят. Никак не могу привыкнуть. Лукоянов передача на Глухова. И шайба заброшена. 1-0. Выходит Акбарс вперед. Вот очень важная шайба в психологическом плане. Для казанцев нужно второй матч забирать. Это прямо однозначно. Если 0-2. Будут уступать казанцы. Не знаю, получится ли там в Омске что-то сделать. В Балашихе. Юдин. 5 секунд до конца. Глухов. Юдин нужно набрасывать на ворота. Здесь Тась перехватывает эту шайбу. Друзья, у нас второй период. Подошел к концу. Все-таки распечатали. Ворота. Одну из команд во втором периоде. 1-0. Пока Акбарс ведет матч с Авангардом. Давайте, друзья, переходить к периоду под номером 3. 13-11. По броскам в пользу казанской команды. Ну, просто огромное преимущество по выигранным в Брасне в пользу Авангарда. 10-4. По этому показателю. Акбарс выиграет 5-й в Брасне. Возможно, это хороший знак для них. Передача назад. Любимов. Ну, вот неплохо, Лукоянов. Как же они все разыграли. Лукоянов забрасывает шайбу. На правах капитана. Он это делает. Смотрим повтор момента. Здесь передача Любимова. Не пожадничал. Партнер по команде эту шайбу. Лукоянов забрасывает шайбу. Увлечит преимущество казанцы. 2-0. Становится счет. Смотрим еще один повтор. И как здесь Грубец не поймал эту шайбу. Непонятно. Уже очень хорошее преимущество. И 13 минут есть у Авангарда для того, чтобы что-то поменять в этом матче. Иначе счет сравняется. Правда, серия переедет домой к Авангарду. Но, тем не менее, можно попробовать и зацепить второй матч. Но, конечно, задачу минимум уже Авангард выполнил. Галимов. Галимов очень неплохо на индивидуалке здесь решил пройти. Квачук. Неплохо. Пока опять с Творни попадает. Ну вот, 2 в 1 выходят. Береглазов бросает. Емель. Прошу прощения, это не Емелин. Емелин. 5 минут еще до конца третьего периода. Неплохо. Анастасия. Анастасия атакует ворота. Рейдобор на месте. Ченахов. Ну вот там открывается. Секач. Один абсолютно. И Юдин здесь просто сминает в борт. Воронков. Воронков будет ли забрасывать? Забрасывает третью шайбу. Друзья. И 3-0 становится счет. И Акбарс. Друзья, сравнивают счет здесь в НХЛ 20 в этой серии. Счет становится 1-1. Уже с уверенностью я могу это сказать. Дмитрий Воронков. С передачи у Петрова. И Галиева забрасывает шайбу. Хенкель. Ход зоны 10 секунд до конца. Передача на пятачок. И очередной момент был у любимого. Сколько же моментов все время бывает у любимого. Здесь еще и Пидам в конце силовый прием сделал. Итак, друзья, выигрывает Акбарс второй матч этой серии. Счет сравнивается 1-1. Поздравляем всех болельщиков Казанского Акбарса с этой победой. Если ты вдруг еще не подписан на мой канал, то прямо сейчас обязательно это сделай, дорогой мой друг. Поставь лайк, клипи комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем до скорых встреч, друзья. Увидимся в новых матчах континентальной хоккейной лиги. Субтитры сделал DimaTorzok